Сельский уклад – это часть нашей национальной культуры и важнейшая составляющая нашей самобытности. Для того, чтобы заниматься социальным развитием села, недостаточно никаких государственных программ, хотя они очень важны. Необходимо, чтобы в этом процессе находились все – и органы местного самоуправления, естественно, сельская общественность, интеллигенция – все должны участвовать в этой работе, иначе нормального социального развития населения не будет. Я остановлюсь укропнённо на тех задачах, которыми нам нужно будет заниматься. Первая задача, конечно, касается строительства доступного и современного жилья на селе. В 2012 году планируется построить порядка 860 тысяч квадратных метров, причём, опять же, так как мы и договаривались, в соответствии с программой, даже больше половины – это жильё для молодых семей и специалистов. При этом нужно обеспечить комплексное планирование и развитие благоустройства сельских поселений. У нас в наших субъектах запущен даже 31 пилотный проект такой комплексной, компактной застройки. Вторая тема, очень сложная, но, можно сказать, критическая, откровенно говоря, для нашей страны – это сельские дороги. В этом году в рамках ФЦП развития транспортной системы на эти цели выделяется в общей сложности около 10 миллиардов рублей, 6 миллиардов из федеральных средств, около 4 из бюджетов субъектов Федерации. Но мы считали, консолидированный объём средств, которые тратятся в год на сельские дороги – это около 20 миллиардов рублей. В масштабах нашей страны – это ничего, это ничтожно мало. Хотя, конечно, это даёт возможность строить что-то, планируется и в этом году построить больше 600 километров автомобильных дорог. Но ещё раз повторяю, это капля в море, учитывая масштабы нашей страны. Поэтому нам нужно вместе, может быть, на сегодняшнем совещании подумать, что можно было бы сделать в целом в стране для развития сети сельских дорог. Третье. По вопросам модернизации здравоохранения. Планируется дальнейшее развитие сети медицинских учреждений, которые оказывают первичную помощь сельским жителям. Здесь, мне кажется, нам нужно соединять принципы необходимого и достаточного медицинского обслуживания. Что я имею в виду? На селе должен быть предусмотрен перечень необходимых медицинских услуг. Для этого, естественно, существуют ФАПы, офисы врача общей практики. Часть услуг более сложных, она должна оказываться, естественно, в ЦРБ, должна оказываться другими способами, включая вопросы или возможности использования телемедицины, что для нашей страны имеет неприходящее значение просто. Поэтому, естественно, условия для повышения качества и доступности медицины мы должны улучшать, оснащать наши пункты оказания медицинских услуг новым оборудованием, включая автомобили скорой помощи, что для нашей страны не пустой звук, а наоборот единственный способ получения медицинской помощи. Для молодых медицинских работников, то есть для тех, кто не достиг возраста 35 лет, которые прибывают на село, предусмотрена единовременная выплата в миллион рублей. Средства на это выделяются из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По состоянию на 31 августа текущего года в бюджеты территориальных фондов перечислены соответствующие суммы – около 4 миллиардов. Четвёртое. Конечно, большую роль на селе продолжают играть и будут играть всегда образовательные учреждения. Вот мы находимся в школе, школа современная, хорошая, есть школа, есть село, есть деревня, нет школы – всё, конец. Деревня умирает. Поэтому образовательные учреждения должны сохраняться. Их оптимизация, которая идёт, естественно, не может приводить к бездумному механическому сокращению так называемых малокомплектных школ. Я об этом говорю все последние годы. И задача здесь заключается в том, чтобы сохранить, с одной стороны, возможности получения образования на селе, а с другой стороны, обеспечить единство образовательного пространства на территории всего нашего государства. Обеспечить равные возможности для всех школьников. Пятое. На селе находится подавляющее число учреждений культуры в нашей стране. Просто в силу специфики сельского образа жизни – 80%. При этом почти третья часть зданий, которые они занимают, находится в отвратительном состоянии. В рамках ФЦП «Культура России» на период с 2012 по 2018 годы, начиная уже со следующего года, мы планируем целый ряд мероприятий, направленных на модернизацию учреждений культуры. На решение, на самом деле, не каких-то глобальных задач, а на решение практических задач. Например, доступность библиотечной сети. И здесь также мобильные комплексы нам могут помочь. Ну и, наконец, шестое, но не по значимости, а просто по перечислению. Это нормальные условия для развития, для занятия спортом, для популяризации здорового образа жизни. Это, конечно, сеть спортивных сооружений, площадок. Тоже задача не самая, может быть, казалось бы, трудная, но я считаю, что абсолютно такая универсальная для всех территорий, для всех субъектов Федерации. В некоторых крупных сельских населённых пунктах возникают и ледовые дворцы, и крупные физкультурные комплексы, но не везде это нужно. Иногда достаточно сделать нормальную площадку для занятий футболом, волейболом, и уже атмосфера меняется. Я говорил о том, что практически все позиции мною названы для сельского уклада. Очень важно, чтобы они сопровождались использованием современных технологий. Я имею в виду информационные технологии. И не только на почте, а вообще в целом. Задач много. 14 июля текущего года мы утвердили госпрограмму развития сельского хозяйства на период с 2013 по 2020 год. В её рамках будет реализовано новое ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на период с 2014 по 2017 годы и до 2020 года». Поэтому, используя этот инструмент, используя возможности регионов, которые этим занимаются, муниципальных образований, я думаю, что мы эту задачу решить сможем.